В числе затронутых тем вопрос о защищенности объектов образования перед началом нового учебного года. О проделанной работе по обеспечению их комплексной безопасности проинформировал заместитель начальника управления образования Олег Фролов. В рамках обеспечения безопасности образовательных организаций на всех объектах образования установлены системы видеонаблюдения с выводом системы записывающей блоки, установлены кнопки экстренного реагирования, ревозные кнопки. Все учреждения, за исключением детской школы искусств номер 2, имеют периметральное ограждение. По данным управления образования, все подведомственные учреждения готовы принять в новом учебном году детей, обеспечив их безопасность. Также о проведенных мероприятиях по антитеррористической защищенности молодежных центров, объектов культуры и спорта отчитались руководители соответствующих структур. В рамках мероприятия по подготовке и проведению единого дня голосования проводится проверка задействованных для этих целей объектов. Вопрос только возник по факелу молодежных центров. Там были пути эвакуации, загромождены. 21 числа будет предварительно с администрации комиссии в 16.00 выезжать. Будет обследован повторный объект. Замечания будут устранены, можно сказать, будут готовы к выборам. Кроме того, во время предстоящих праздников и в единый день выборов будут обеспечены дополнительные меры безопасности. На период их подготовки и проведения в городе в круглосуточном режиме будет функционировать рабочая группа по управлению и координации этих мероприятий. Будет произведен чуть позже расчет сил и средств личного состава на период проведения массовых мероприятий. Также будет предусмотрен мобильный резерв сил и средств для действий на случай осложнения оперативной обстановки во время проведения мероприятий. Народные наряды будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. Помощь в охране общественного порядка будут оказывать сотрудники частных охранных предприятий и казачьего общества. В соответствии с антитеррористическими требованиями проводится в настоящее время подготовка избирательных участков. На шести избирательных участках у нас будут шесть видеорегистраторов запуска, их планируется на 6 сентября, и три локальные системы видеонаблюдения. 29 августа состоится обучение и инструктаж всех членов избирательных комиссий с участием представителей МЧС и МВД. Кроме того, комиссия заслушала отчеты городской больницы и компании «Ямалкоманэнерго» об устранении ранее выявленных недостатков и предпринятых мерах по повышению эффективности антитеррористической защищенности объектов. В период с сентября по октябрь 2015 года проводится мероприятие по закупке 4 КПП с последующей установкой на объектах филиала. Это общевзловая котельная, котельная ДЭ-65, канализационные честные сооружения и водоочестные сооружения. Перенос общежития на территории городской котельной планируется выполнить в период с 2016 по 2017 год, так как планируется строительство новой городской котельной. Особое внимание участников заседания было обращено на те предписанные мероприятия, которые не выполнены в восстановленные сроки. Комиссии было рекомендовано включить их план работы на следующий год. Ирина Зарекина, Денис Гонцов, Новости Губкинского.